Сочи снова накрывает праздничная волна. За ней, соответственно, опоследуют и тысячи гостей. Поэтому, как всегда, на курорте должно быть чисто, комфортно и безопасно, подчеркивает Пахомов. Ко всему прочему, повод просто обязывает встретить болельщиков и саму сборную России по футболу на высшем уровне. Сам город, а вернее его центр и все гостевые зоны в порядке. Но вот во дворах многоквартирных домов картина иная, отмечает мэр. Навести же порядок необходимо за пару дней. Назначили управляющую компанию. Соберите деньги и дайте им возможность, чтобы они работали. У нас получается так, что парадоксы выходят. Люди не понимают, либо не хотят понимать. И когда я где-нибудь появляюсь, начинают ко мне подходить, подбегать. Пойдемте, посмотрите, как у нас грязно во дворе. Вы должны понять одно. Я не могу вкладывать деньги муниципальные. Не имею права за двор, за дом, за вас, за подъезд. Это делаете вы сами, так как вы являетесь собственниками своих квартир. В случае невыполнения своих обязанностей управляющими компаниями, администрация города будет рассматривать вопрос о лишении лицензии, составлять протоколы. Штраф 40 тысяч и выше. У остальных дела по списку. Зелень поливать, дороги и переходы убирать, мусор вывозить. К слову, САХ приобрел 220 новых контейнеров. И тем не менее, они оказываются перегруженными. В основном, стройматериалами. О таких фактах, в том числе о несанкционированных свалках, администрация просит сообщать на телефон горячей линии. 264 04 44. Туда же можно пожаловаться на незаконный сброс канализационных вод. Субтитры создавал DimaTorzok